Всем привет! Начинаем нашу тренировку. Сегодня у нас много вопросов. Быстренько пробежимся по ним и затем будем разбирать базу пользователей Беня. Как обычно хочу у вас услышать. Все видно, слышно, все в порядке с картинкой, со звуком. Я не вещаю эту пустоту. Пока смотрю что-то у нас в чате. Стармех говорит, что на Тайгере какие-то обновления, изменения, так что если кто играет, то осторожнее. Не знаю, новости с покеров. На покерове в принципе много новостей. Отлично. Пошли плюсы. И все окей. Если кто-то играет на Тайгере, то имейте в виду. Так, давайте для начала по нашим вопросам. У нас флешек. Насколько я помню по дневнику, который смог задать вопросы. К сожалению, его на тренировке нету. Ну, коротенько отвечу. Можем ли расширять диапазоны, если стол очень лузовый, 3 фиша плюс. Не очень понимаю, что значит расширять диапазоны. В том смысле, что это open race или это будут какие-то колд коллы. В принципе, если мы говорим про open race, то не надо его расширять. Это говорить коротко. Единственно, можно подумать о том, чтобы открывать все карманные пары, в том числе мелкие. Остальные руки я бы не расширял, потому что если стол очень лузовый, 3 фиша плюс, соответственно, всегда будут мультипоты. Мы не очень хотим играть мультипот в широких спектрах. Особенно с фишами, у которых мы ничего не выбьем. Так далее. Если про колд коллы, то опять-таки, можно расширять за счет одномастных тузов и кармашек. То есть, тех рук, которые нам будет достаточно легко разыгрывать постслоп. Либо, если говорить про одномастных тузов, это за счет тех рук, которые будут флопать на целые флэши. Ну и, в принципе, подробнее по префлопу. Я так понимаю, что большинство тут на курсе покерпро 2019 и в следующую субботу будет как раз и префлоп. Ну, либо можете по префлопу посмотреть. Вот здесь есть у меня пара видео. Найдите их в поиске. Смотрите, что там по префлопу. Коллирователь 3-бет фишей с 3-бетом 8+. Ну, соответственно, опять-таки, отсылаю к вас в будущей тренировке по префлопу, либо к видео. Если у фиша 3-бет 8+, действительно, достаточно выборку рук, то можно играть против стандартным спектром колд-колла защиты на 3-бет, на 4-бет. Так, насчет базы рук. Смотри, ты ее скачал в папку, либо стукнешь мне в скайпки напрямую, либо залей на какой-нибудь файлообменник, типа Яндекс.Диска, там, Гугл.Диска и кинь ссылку в следующий топик тренировки. Раздачи, я думаю, что не успеем доразобрать. Ну, собственно, и все, наверное, да? Тут ничего нового нету? Нету. Отлично. Так, еще раз всем привет. Всех рад видеть. Сегодня у вас много. Мне очень приятно, что пришли. Разбираем раздачу нашего пользователя Вени. Ну, вернее, не раздачу, а базу рук. Он играет, насколько я понимаю, на бетфейре. У нас есть 126 тысяч раздач, 123 с разных лимитов. И основной вопрос был у него по позиции большого блайнда. Там он не очень хорошо отыгрывает. Лучше тут иметь лузерейт где-то 33-35, ну, минус 33-35 ББ на 100. Давайте быстренько посмотрим общие статы. Подгрузятся. Что тут у нас есть хорошего? Ну, рейзы. Ну, вот с СБ у тебя 50%. Я не знаю, может, там ребята хорошо фолдят. Смотри, как низы отыгрываются. Может быть, чуть поуже можно открывать. Холл опены небольшие. Все в порядке. По 3-бетам, смотри, тут... Ну, вот как мне кажется, высоковаты 3-беты против ранних позиций, против ЕП и МП. Котов и Баттона. То есть, опять-таки, может быть, ты делаешь это против тех ребят, на которых у тебя есть выборка, которые хорошо падают. Но тоже посмотри низы. То есть, как они отыгрываются. Что у нас тут еще хорошего? И, опять-таки, по 3-бет, по там. Вот у тебя фолды на 3-бет против ранних. Я уже немножко статистику смотрел. Очень низкий. Обычно наоборот. То есть, обычно вот против ранних, особенно вот против 3-бета, когда мы без позиции. Сейчас 43%. То есть, тоже посмотри, как ты калируешь в ответ на 3-бет. Обычно здесь наоборот число близко к 60 должно быть. То есть, мы там оверфолдим. Это не очень приятная ситуация. У нас и летит 3-бет. У нас узкий спектр. Оппонент это тоже понимает. И мы будем без позиции, без инициативы. Не очень приятная ситуация для розыгрыша. Смотри, как там руки отыгрываются. Ну и... Фолд на 3-бет, когда мы в позиции, тоже еще меньше. То есть, обрати на это внимание. Если ты отыгрываешь, тот диапазон, который защищаешь, ну, лучше, чем минус 300 бб на 100 или минус 250, в зависимости от того, сколько ты открываешь, то и окей. Если нет, то подумай о том, чтобы его сузить. По-моему, тут по статистике... Все нормально. Остальное тут... А, я не туда смотрю. Канбеты, фолдеры... Нормально. Ничего такого я не увидел. Так, теперь переходим... Непосредственно тут... Вене уже провел разбор рук. Выписал, то, как играется на АББ. Фолд-коллом, трибетом. Относительно трибета... Ну, очень много говорить не буду. Там трибет... Относительно того, что трибетить, что не трибетить. Там будет потом... На курсе... Самое... Непосредственно уже спектры. Ну вот, трибет в раннюю. Сразу могу сказать, что вот такие руки, как король дама, тут здесь туздама разномастные. Вот разномастный бродвей, его просто не надо трибетить. Он будет очень плохо играться в трибет потах. То есть, тут вот король дама не много, а вот здесь туздама разномастная. Прям-то много ее, наверное, трибетишь. И этого не надо делать. Ее надо играть через кол. Собственно, что показывает... Результаты. Вот тут туздкороль почему-то минусует. Причем это такая общая проблема. То есть, он минусует против МП, против... Ну, против ТГМП, против Котов и против Баттона. Что-то ты там, похоже, делаешь не так. Вот с этого мы и начнем. Но сейчас еще пробежимся по другим. Тут у нас против Котов. Ну, вот шестерки, девятки. Такое себе я бы от восьмерки, девятки, наверное, трибетил. Может быть, частично даже. Шестерки, семерки точно бы трибет против Котов и не относил. Ну, а тут король... Какие-то одна рука. Тоже какой-то мисклик. И вот, собственно, разномастный Бродвей тоже бы не трибетил. Ну, и тут здесь туздама та же история. Туздаму можно частично трибетить, остальное лучше защищать колом. Потому что... Ну, и вот король-дама, она тут отыгралась в плюс, но тоже в трибете она против Котов не очень хорошо играется. Именно за счет того, что разномастный Бродвей в целом плохо играет в трибет-потах. Тем более без позиции. Так, что тут у нас... Если есть какие-то вопросы, замечания, пожелания, пишите в чат. Против Баттона тут... Пятерки, видимо, случайно какой-то трибет. Ну, сильно не буду ругаться по ранжу трибета. Потом на курсе Петр выдаст все рекомендации, спектры, там посмотришь. Ну, против СБ тут тоже широкий трибет. Вроде как... Не будем сейчас тоже закапываться. Ну, тут хотя бы тут тузд, король играется в плюс. Уже радость. По колд-колу, что тут у нас с колд-колем. Ну, да, мы как-то в колд-коле неожиданно оказались. Ну, ладно, мы давайте начнем с трибета. Вот, с руки туз, король. Тут она тут совсем минусует. Дальше разберемся, чего еще смотреть. Возможно, возможно, если это так. Если там клик трибеты, то да, тогда, конечно. Если это действительно так. Но я немножко на бетфейре играл, что-то я там клик трибетов не видел. Возможно, я не прав. Так, давайте посмотрим, начнем. Кира на большом блайнде. Рейзер. ТГМП. Сделали трибет. У нас тут король. Да нет, в плюс он играется. Может быть, единственное, если мы берем... Да нет, тоже в плюс играется. Веня, а ты как фильтры ставил? Может, я что-то не так ставлю? Давайте посмотрим еще раз. Мы на большом блайнде. Перед нами Рейзер. Допустим, еще вот так вот. Су-ТГМП. А мы сделали трибет. Ага, вот так вот он плохо играет. Я поставил Рейзер плюс колер. Тогда да. Давайте посмотрим, что тут происходит. Много тут раздатчиков. Каких-то на стек мы сыграли. Так. Трибет. Я бы на самом деле не стеснялся. Тут, правда, какой-то короткий фиш. Тут можно по-всякому сыграть. Ну, вот против короткого, опять-таки, я бы не стеснялся. Можно дать ему трибет побольше. Там 10бб. Или там даже больше. Потом запихать в него по-любому флопу. Либо от чек-кола сыграть. Так. Так. Что, поэтому и откуда-то за раздача. Нет, вроде... Куда она здесь вообще попалась? Ладно. Какая-то левая в разборном попалась раздачка. Рейз, кол. Сквиз. Сквиз слишком маленького размера. То есть 10 больших блайндов. Надо давать хотя бы 13. Тем более мы без позиции. В принципе, самое лучшее, что мы можем получить, это два фолда. То есть тут, конечно, фиш какой-то вроде как. Такой 26 на 7. Не очень фишной товарищ. Мы, в принципе, здесь тус-король. Хотим забрать банк сразу. Нам надо больше фолд-эквити. Ну и в целом. Мы всегда делаем сквиз большего размера, чем 3бет. Поэтому 13бб. Если не падают, можно даже чуть больше. То есть вот сайдинг.